Сегодня мы разберем и провяжем горловину плечевого изделия, а также скосы самих плеч. Для чего заранее строим чертеж? Согласно моего чертежа, ширина горловины составляет 22 см, плечи 19 см с одной стороны и с другой соответственно, глубина 8 см и сам скос плечевого изделия 3 см. Далее, я посчитала, что 8 см у меня 26 рядов, в 5 см 16 рядов и в 3 см 10 рядов. Для чего я это сделала? Чтобы понимать и не ошибиться при вывязывании, когда же мне приступить все-таки к вывязыванию самих скосов плеч. То есть, я вначале закрываю горловину по центру и должна уложиться в 16 рядов, а потом я параллельно вывязываю скосы и укладываюсь еще в 3 см. И вот из этих рядов в сумме 16 и 10 складываются мои 26 рядов. Я выхожу на свою глубину. Дальше. Сейчас на спицах у меня 140 петель. По центру для горловины я оставляю 44 петельки. Каждая из плеч составляет у меня по 48 петель. Теперь, свои центральные 44 петли я делю следующим образом. Первыми закрою 20 петель, а потом 4 раза с каждой стороны по 3 петли. 1, 2, 3, 4. И таким же образом с другой стороны. 1, 2, 3, 4. Чтобы мне не запутаться в процессе вывязывания, друзья, я пользуюсь маркерами. Можно воспользоваться скрепками. И я уже об этом говорила вам, да? Вот, я распределила наши петельки. Поскольку сначала я буду закрывать правое плечо, поэтому у меня здесь уже маркеры приготовлены и развешены. А позже я развешу эти же маркеры с другой стороны, да? С левой стороны. Маркеры развесила. Они у меня параллельны и даже одинаковы по цвету с двух сторон, если вы обратили внимание. Вот они эти, центральные 20 петель, и потом 4 раза по 3 петли. Ясно, да? Теперь я беру руки-спицы и начинаю вязать. Да, и немаловажный момент. При вывязывании горловины, а также скоса в плеч, не забываем сохранять структуру самого рисунка, который у нас есть на полотне. Я сейчас довязываю свои петельки по лицевой стороне первый ряд закрытия до центральных двух маркеров. То есть первыми петельками я буду закрывать те, которые у меня сейчас находятся, 20 петель между красными маркерами. Когда вяжете, не забывайте маркерочки наши просто переносить с левой спицы на правую спицу. Вот мы дошли до центра. Как закрывать петельки? Убираем маркер. Следующую петлю, которую мы закрываем, мы ее просто провязываем лицевой. После нее петельку провязали лицевой и перекидываем петельку. Вот таким образом. При этом вяжем в своем ритме, в своем темпе, со своим натяжением ниточки. Так мы закрываем петельки. Лицевая и перекидывание. И так мы с вами провяжем центральные 20 петель между двумя красными маркерочками. Потом уберем маркер красный, который нам уже не понадобится. И самостоятельно довяжем с вами ряд до конца. При этом, повторяя, мы следим за рисунком. Со схем не сбиваемся. И маркирочки спокойненько переносим с левой спицы на правую спицу. Довязали наш ряд до конца, разворачиваемся на изнаночную сторону, провязываем все петли согласно рисунка до середины центра самостоятельно. Обращаю ваше внимание, крайнюю петельку по изнаночной стороне мы с вами не провязываем. Она остается свободной. Переносим ее с левой спицы на правую. Далее переносим провязанную петельку. Делаем перекидывание. И так три раза до следующего маркера. Аккуратненько. В своем ритме и со своим натяжением нити. Убираем маркер, он нам уже не нужен. Самостоятельно провязываем петельки по лицевой стороне. И возвращаемся по изнаночной к центру нашей горловины. Вернулись к центру. И продолжаем делать наше закрытие. Следующие три петельки. Опять-таки, непровязанную петельку мы снимаем. Следующую переносим на правую спицу. Делаем перекидывание. Одно, второе и третье. Убираем маркер, он нам уже не нужен. Вот видите, что у нас получается? Формируется вырез плавный, вырез горловины. И далее самостоятельно, аккуратненько провязываем до конца ряда по лицевой стороне петельки и по изнаночной. Вернулись в центр и продолжаем делать наше закрытие петель. Сняли первую непровязанную, переносим следующую слева на правую спицу и закрываем еще три петельки. Убираем маркирочек. И смотрите, друзья, у нас осталось закрыть по центру еще раз три петли. То есть вы сейчас самостоятельно провязываете ряд по лицевой стороне, ряд по изнаночной. И потом мы с вами вместе закроем последние три петельки по центру. Итак, мы с вами уже в центре. Делаем последнее закрытие с правой стороны. Сняли первую петлю непровязанную, за ней следуем лицевую. Перекинули и закрыли три петельки до следующего маркера. Ну и, друзья, понятное дело, маркир мы убираем. Самостоятельно провязываем ряд по лицевой стороне и возвращаемся по изнаночной. А теперь смотрите, в результате закрытия наших петельочек по центру у нас получилось в общей сложности восемь рядов. То есть смотрите, вот раз, два, три, четыре. Это по лицевой стороне и также было четыре ряда по изнаночной. А нам нужно провязать пять сантиметров и шестнадцать рядов. Следовательно, сейчас самостоятельно с вами провязываем восемь рядов лицевыми изнаночными петельками. При этом перевешиваем маркеры и сохраняем текстуру нашего рисунка. Провязываем восемь рядов, то есть четыре ряда по лицевой стороне будет и четыре по изнаночной, соответственно. А потом возвращаемся и вместе с вами провязываем скос плеча. Вот мы с вами провязали восемь рядов. Теперь нужно приступать к вывязыванию скоса плеча. Для чего? Провязываем еще один ряд по лицевой стороне и потом я подключусь. Разворачиваемся на изнаночную сторону. И обратите внимание, теперь пока мы не закроем все петли, крайнюю мы не провязываем, а просто снимаем. Так, следующая петелька у нас идет. Значит, нам ее нужно перевязать, чтобы она была изнаночной. Я ее перевязываю. Вот так у меня по рисунку сложилось. Переношу петельку на правую спицу. Перекидываю крайнюю через нее. Следующая изнаночная. Перекидывание. И так до первого маркера. Петельки наши по изнаночной стороне вяжем изнаночными. И делаем перекидывание. Далее ряд провязываем самостоятельно. Вернулись на лицевую сторону. Посмотрели, все ли правильно получается. Как у нас формируется рисунок. Не сбились нигде. Хорошо. Маркирочки все на месте. Вот. И красивые петельки у нас ложатся при закрытии. Теперь самостоятельно провязываем ряд по лицевой стороне. А потом следующий провяжем вместе. Помним, что крайнюю петельку мы не провязываем. Снимаем ее на правую спицу. Далее у нас идет петелька. Она у нас провязана уже. Посмотрим какой. Но в любом случае, если она у нас не изнаночная заканчивалась, вернее не лицевая, нужно ее перевязать на изнаночную. Вот таким образом. И через нее перекидываем крайнюю. И так все последующие, опять-таки повторяюсь, провязываем по изнаночной стороне только изнаночными. И аккуратненько закрываем. До следующего маркера. У нас с вами это испекит второе закрытие. Уже формируется скос. Вот таким образом. Видите, по изнаночной стороне. Убираем наш маркирочек. Он нам уже не нужен. Самостоятельно провязываем ряд до конца. Возвращаемся по лицевой стороне. И следующий изнаночный ряд провяжем вместе. Вернулись на изнаночную сторону. Повторяем предыдущее действие. То есть, крайнюю петельку снимаем. Следующая провязана у нас правильно. То есть, она изнаночная. Перекидываем через нее крайнюю петельку. И дальше мы провязываем все петли изнаночные с перекидыванием. До следующего маркера. То есть, это у нас уже с вами третье закрытие из пяти. Помним, да? Мы закрываем петельки по правому плечу. От края к центру. По изнаночной стороне. Это что касается правого плеча. А по левому плечу будем делать по-другому. Но я вам все покажу, конечно же. Так, довязали. Маркер убираем. Он нам уже не нужен. Самостоятельно провязываем петельки до конца ряда. И возвращаемся по лицевой стороне. И вот мы с вами опять на изнаночной стороне. Крайнюю непровязанную снимаем. Следующую тоже мы снимаем. Она у нас выглядит как изнаночная. Перекидываем через нее крайнюю. И так далее. До следующего маркера все петельки изнаночными с перекидыванием. Помним, да? Аккуратненько. Вот так мы это дело провязываем. Да, друзья. И хочу сказать, что из пяти это у нас уже четвертое закрытие. Все помним, да? То есть нам осталось совсем немножко для того, чтобы завершить наше правое плечо. А дальше мы будем вывязывать горловину и левое плечо. Так, маркер уже сам по себе упал. И это хорошо. Провязываем ряд самостоятельно до конца. Возвращаемся по лицевой. И, друзья, теперь самостоятельно закрываем последние наши петельки. Помним, как? Крайнюю сняли. Следующая у нас уже была изнаночной. Перекидываем через нее крайнюю. И так закрываем все оставшиеся петельки. Провязываем изнаночную. Перекидывание. Изнаночная. Перекидывание. Самостоятельно. Ну вот, все наши петли закрыты. Мы с вами обрезаем ниточку. И смотрим, что же получилось. Изнаночная сторона. А теперь лицевая сторона. Ну, скажу я вам, довольно-таки симпатично. Видите? Плавный скос. Небольшой, незначительный. И закрытая горловина. Не смотрите, что сейчас она выглядит так широко. На самом деле, здесь же еще у нас будет планочка. И поэтому горловина будет смотреться красиво. Сейчас мы с вами привяжем ниточку в центре. Вот. И приступим к закрытию петелек по горловине с левой стороны. А также потом перейдем к закрытию скоса плеча петель. Прежде чем приступить к вывязыванию горловины и скоса, не забываем маркирочки развесить. Помните? У нас есть схема. И мы придерживаемся этой схемы. Схема, да? Распределили равномерно петельки по 9 петель сначала. Вот. И оставшиеся 12 петель в конце. Так. Теперь разворачиваемся на изнаночную сторону. Знаете почему? Потому что мы же с вами первый ряд закрытия вязали по лицевой стороне. Помните? Провязали и закрыли петли. Следовательно, сейчас необходимо развернуться на изнаночную сторону. Разворачиваемся и привязываем нашу ниточку. А ниточку, друзья, мы должны привязать так аккуратно, чтобы не было каких-то пробелов между петельками. И вот поэтому, смотрите, вместо присоединения ниточки, вот первая петелька, которая у нас была при закрытии, вот сюда мы с вами должны ее и протянуть сейчас. Вот таким образом. Раз. Все. Она у нас здесь на месте. Аккуратненько завязываем узелочек, а потом эту ниточку мы с вами аккуратно с помощью крючка заправим. Ну, достаточно одного узла, да? Так, что мы делаем дальше? А дальше мы с вами первую петлю не провязываем. Помните, мы через нее будем перекидывать по следующей петельке, да? Делать такой, сказать, переброс. Поэтому мы ее снимаем аккуратненько. Сняли. Вяжем все петельки до конца ряда. То есть мы сейчас в этом ряду ничего не закрываем. Просто самостоятельно провязываем все петли до конца этого ряда. Переносим маркирочки. Вот как они у нас развешаны по порядку, да? Мы местоположение сохраняем. Не сбиваемся. Они же нам нужны. Мы же должны равномерное закрытие петель делать. Поэтому мы их просто-напросто переносим. И смотрим, следим обязательно за рисунком, чтобы у нас была симметрия между левым и правым плечом. То есть если вы где-то нечаянно сбились в предыдущем вывязывании плеча, предыдущего плеча, да? То и здесь у вас такой же рисунок должен получиться. Поэтому внимательно смотрим на схему и стараемся, конечно же, не сбиваться, а вязать очень аккуратно и очень красиво. Так, друзья, самостоятельно провязываете этот ряд до конца по изнаночной стороне, а также следующий по лицевой к центру. Вернулись в центр. Помним, по изнаночной стороне крайнюю мы не провязываем. Аккуратно переносим с правой спицы, с левой спицы, вернее, на правую. Следующую петельку перенесли. Делаем перекидывание. Провязываем следующую тоже изнаночной. И тоже делаем перекидывание. Понятно, да? Маркер лишним мы уже с вами убираем. И самостоятельно довязываем ряд по изнаночной стороне и по лицевой. И снова мы с вами в центре. Крайняя петелька не провязана. Все, как всегда, ничего не поменялось. Мы ее переносим с левой на правую спицу. Следующую петлю тоже. Делаем перекидывание. Провязываем до маркера все петельки изнаночными и закрываем. Вот так. Маркер убрали в сторону. Далее довязываем ряд самостоятельно по изнаночной стороне. Следим, чтобы маркирочки наши не сбились нигде. Рисунок сохранялся. И провязываем ряд по лицевой стороне к центру. Самостоятельно. Вернулись на изнаночную сторону. Помним, да? Крайнюю петельку, не провязанную, снимаем. Переносим на правую спицу. Следующую тоже. И делаем с вами закрытие. При этом провязывая петельки изнаночными до следующего маркера. Дошли к маркеру. Маркер убрали. Все петельки самостоятельно провязали до конца ряда по изнаночной стороне, а также самостоятельно по лицевой стороне. Как вы там? Не сильно еще устали? Я думаю, что уже устали, потому что я уже такая, знаете. Ну да ладно, смотрите. У нас сейчас будет последнее закрытие петель по центру горловины. Делаем все, что мы делали с вами до этого. Крайнюю сняли, перенесли следующую, перекинули, провязали изнаночную, опять перекинули, еще одна изнаночная перекинули. Маркирочек убираем в сторону. Я вас поздравляю, нам осталось вывязать плечо. Смотрите. Сейчас довязываем ряд до конца. И после этого самостоятельно провяжем с вами 8 рядочков. Помните, да? У нас нужно связать еще несколько сантиметров до начала скоса плеча. И эти несколько сантиметров как раз у нас и получается укладываться в 8 рядов. Все. Следим за рисунком. Нигде не сбиваемся. Внимательно смотрим. Маркирочки на местах. Никуда не деваются. Провяжем вверх еще 8 рядов. 4 по лицевой стороне, 4 по изнаночной. И вернемся к вывязыванию плеча. Провязали самостоятельно наши рядочки. Вернулись на лицевую сторону. Потому что мы сейчас будем с вами закрывать справа на левом плече. Помним, что при закрытии крайняя петелька у нас кромочная не провязывается, а просто снимается. Мы ее снимаем. Переносим в следующую петельку. Перекидываем. И далее вяжем все петли по лицевой стороне. А мы же на лицевой стороне только лицевыми. И делаем закрытие. Путем перекидывания предыдущей петли. Провязываем все петельки до первого маркера. И помним, что у нас здесь будет 5 закрытий. 5 этапов закрытия нашего плеча. Помните, мы маркирочки с вами развешивали? Вот именно для этой цели. Все, закрыли первые петельки. Убираем маркер. Далее самостоятельно провязываем по лицевой стороне ряд к центру. И возвращаемся по изнаночной стороне. Следим за рисунком. И маркеры просто переносим с левой спицы на правую. И снова мы с вами на лицевой стороне делаем теперь второе закрытие из пяти. Сняли петлю, следующую перенесли, перекинули. Все последующие провязываем лицевыми. Перекидываем петельки до маркера. Помним, да? Вяжем в обычном ритме, с обычным натяжением нити. Ни туго, ни свободно. И вот мы уже подошли. Так, что у нас тут получается? Друзья, скус плеча получается. Убираем маркерочек. Самостоятельно провязываем ряд по лицевой стороне. Возвращаемся по изнаночной и продолжим дальше. И вновь мы с вами на лицевой стороне. Помним, что делать. Я уже даже вам не рассказываю. А просто машинально закрываю наши петельки при помощи провязывания их лицевыми же. До следующего маркера. Помним, да? Ничего не поменялось. Аккуратненько закрываем. О, уже соскользнули. Но не страшно. Это у нас уже, кстати говоря, третье закрытие из пяти. Осталось совсем немного. Потерпим. Убрали маркер. Самостоятельно провязываем оставшиеся петельки до конца ряда. И возвращаемся по изнаночной стороне к лицевой. Итак, мы приступаем к четвертому закрытию. Четвертому этапу закрытия наших петель. Помним, да? Сняли петлю непровязанную. Лицевое перекидывание. Лицевое перекидывание. И так аккуратненько, не спеша. Можно сказать, даже в удовольствие. Потому что мы уже с вами на финишной прямой. Осталось совсем немного, друзья. Наберемся терпения. Будем дышать глубоко. И вяжем. Так. Все пока идет хорошо. Убираем последний маркер. Друзья, последний маркер. Все. Провязываем петельки самостоятельно по лицевой стороне и по изнаночной. Итак, закрываем оставшиеся петли. Это у нас уже пятое закрытие левого плеча. Да, помним. Поэтапно, аккуратненько все закрываем. Не торопясь. И посмотрим, что же у нас в результате получилось. Что у нас тут сформировалось. И как это выглядит. Так. Ура! Последняя пятерка. Теперь мы обрезаем ниточку. И смотрим, что получилось. Па-бам! Вот что у нас получилось. Красивая, аккуратная горловина. И наши плечики. Видите? Вот такие скосы аккуратные. А еще, кстати, когда постирается, все петельки будут аккуратнее. Они распрямятся. И будет выглядеть очень даже хорошо. Ну что, я вас поздравляю. И себя я тоже поздравляю. Вместе мы связали с вами такую красоту. Что касается закрытия петель и скосов плеч по спинке, у меня есть отдельное видео. Переходите ниже на моем же канале. Кстати, не забываем, это канал Вяженка. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Потому что здесь полезно и интересно. Друзья, до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok